Сейчас только ленивый не говорит о создании базового гардероба, и кажется так, как будто это панацея от всех бед. Если у тебя будет базовый гардероб, то значит точно жизнь твоя будет прекрасна и всегда будет что носить. Однако это совершенно не так, и в теме базового гардероба тоже встречаются ошибки. Поэтому загибай пальцы и погнали будем разбирать ошибки в теме базового гардероба. И миф номер один в теме базового гардероба, это что существует базовый список вещей, которые универсально всем нужны. Туда попадает и какое-то черное платье, и какие-то обязательно нужны всем лодочки на высоком каблуке. Все это совершенный бред. Не может быть универсального списка вещей под каждую женщину. Почему? Потому что базовый гардероб для женщины, у которой маленький ребенок, и которая активно его выгуливает на улице, будет отличаться от гардероба бизнес-леди, которой каждый день нужны отглаженные рубашки на работу. Поэтому не может быть никакого универсального списка. Кроме того, если ты пытаешься жить списками, ты неизбежно получишь безликий гардероб, который не будет отвечать твоей индивидуальности. Поэтому да, определенные законы точно есть. Есть законы формирования базового гардероба в виде капсул. Однако точно не может быть универсального списка из 15 вещей, которые нужны каждой женщине. Миф номер два, это что базовый гардероб должен строиться только в нейтральных тонах. На самом деле тоже совершенно неправда. Потому что можно сыграть классный базовый гардероб на темных тонах. К тому же мне кажется, что в России особенно практично, когда у тебя более темный базовый гардероб. Потому что если у тебя только светлые брючки на зиму, что ж, я тебе сочувствую, как ты будешь жить с общественным транспортом и той грязюкой, которая творится на наших улицах. Поэтому можно выстроить отличный классный базовый гардероб в темных тонах. Например, это могут быть оттенки черного, темно-синего, серого. Но также могут быть и нейтральные тона, и беший, песочный и все остальное. У меня есть несколько капсул на разные времена года, например, более светлая капсула на весну и более темная капсула на зиму. Поэтому нет, базовый гардероб может быть выстроен на разных гаммах, не только нейтральную. А на ярких может быть? Это просто будет менее функционально. Можно попробовать, да, сделать отдельную капсулу из таких вещей, но вряд ли ее можно будет назвать базовым гардеробом. Скорее, как какое-то яркое включение, да. Следующий миф про базовый гардероб, это что база никогда не выходит из моды. И так вам пытаются продать какую-нибудь очередную юбку в длине у колена. Однако на самом деле базовые вещи в постоянных силуэтах тоже выходят из моды. То же самое ждет те вещи, которые уже не соответствуют длинам и пропорциям. Потому что если в этом сезоне, например, популярные две длины, это миди и мини, то юбка у колена не котируется. И поэтому такая вещь, безусловно, тоже очень базовая, юбка-карандаш, тоже может быть неактуальна. Поэтому базовый гардероб строится сочетанием длинной пропорции, которые актуальны именно сейчас. И сейчас это скорее длинная длина, в том числе и для юбок, и для пальто, и для всего остального. И некоторые силуэты поэтому считаются совершенно устаревшими. Это, в частности, короткий силуэт или силуэт посередине бедра. То же самое касается и пуховиков. Например, совершенно неактуально карго или брюки капри. Ну, то есть, есть вещи, которые были в моде, но вышли из моды. При этом эти силуэты абсолютно классические, но они просто стали неактуальны. Четвертый миф, это что базовый гардероб это панацея. Только стоит тебе купить определенные вещи, как ты сразу станешь же красоткой, самой стильной девушкой. Однако нет, это не так. Ты можешь допустить огромные коварные ошибки в своем стиле. Например, ты можешь быть в классных базовых вещах, одета с иголочки. Но если у тебя ужасный бюстгальтер, который плохо на тебя подобран, то в таком случае твоя грудь будет стремиться к пупку. И все эти вещи будут очень плохо выглядеть. Поэтому базового гардероба совершенно недостаточно. Сначала стоит озаботиться с таким фундаментом, как правильно подобранный бюстгальтер. А чтобы проверить, подходит ли тебе хотя бы один твой бюстгальтер, переходи по ссылке в описании. Миф номер пять. Главное это одежда, аксессуары. Как раз наоборот, если у тебя все вещи более-менее базовые, которые ты планируешь носить постоянно, они очень быстро станут привычными, потому что ты не будешь их менять. И поэтому стоит иметь яркие аксессуары, которыми ты можешь разнообразить базовые вещи. Например, подпоясать платье или как-то по-особенному накинуть шарф на базовые вещи. Это сразу создает изюминку персонального стиля. И, конечно, не забывай о ювелирных украшениях и бижутерии, потому что они обязательно нужны для того, чтобы твои базовые вещи не выглядели скучно. С какими мифами о базовом гардеробе или о стиле сталкиваешься ты? Напиши мне об этом в комментариях. С тобой была Алина, эксперт по подбору белья. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И до новых встреч!